На себя, на свои какие-то возможности, на свои какие-то земные накопления богатства, чтобы у людей через трудности, к сожалению, так, читаешь Библию, смотришь историю, к сожалению, я не знаю, я не могу это объяснить, почему, но человек именно в трудностях, его сердце открывается для Бога. Когда у человека все в порядке, очень редко в таком состоянии человек ищет Бога, нуждается в нем, уповать хочет на него, служить Богу, но когда приходят трагедии, трудности, сложности, это почва, оно становится действительно способна, сердце становится способной почвой принять семя Евангелия, семя веры, семя вот этой надежды, которую может дать Господь. Мы склоним головы, мы помолимся, Господь Иисус, мы приходим к Тебе в молитва, Господь. И я знаю, что многие из нас, мы не можем физически повлиять на какие-то процессы, которые сегодня происходят на мировой арене, но мы можем сегодня молиться. Слово Божие говорит нам, чтобы мы молились, Господь, о наших руководителях, о наших президентах, Господь, чтобы мы благосовляли во имя Иисуса Христа. Твое слово говорит, что город, он освящается присутствием праведников, присутствием церкви. Господь, и мы сегодня, как церковь, мы молимся в нашей молитве, мы благосовляем, Господь, наше руководство, Господь. Дай им мудрости во имя Иисуса Христа. Дай, Господь, тем людям, которые сегодня имеют влияние, имеют отношение к тем событиям, которые происходят, Господь, дай им мудрости сесть за стол переговоров, сесть, Господь, и поставить точку, чтобы закончить это кровопролитие, Господь, благосовляем во имя Иисуса Христа. Пусть придет Твой мир, Господь, пусть придет Твое благосовение, Твоя благодать. Также мы молим за тех людей, кто сегодня находится в отчаянии, кто сегодня в страхе, Господь. Мы просим, чтобы это состояние, чтобы эти события, с которыми они столкнулись, они привели этих людей к Тебе, к вечности, чтобы они подняли свой взор на небо, чтобы они перестали надеяться и уповать на благополучие земное, Господь. Мы благословляем, Господь, экономику нашей страны, мы благословляем, Господь, каждого человека, Господь. Пусть церкви наполняются, пусть Евангелие проповедуется, Господь, сегодня до края земли, пусть миссионерская работа, она развивается и распространяется во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, мы за все славим Тебя, молимся с верой, без сомнений, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Братья и сестры, нам надо, я думаю, продолжать молиться, у нас было молитвенное, в церкви проходили молитвенные вечера, но я думаю, что мы должны индивидуально продолжать молиться и просить Господа о Его милости, просить о Божьей милости для всего, что происходит. И я верю, что Господь, Он способен, и у Него есть инструменты, есть ресурсы, как это останавливать, что делать с этим. Нам нужно уповать на Господа. Аминь. Мы также приветствуем всех, кто присоединился к нам онлайн и к трансляции. И сегодня мне хочется поразмышлять с вами на тему. Я назвал ее «Сколько еще ждать?». И как вы видите, наше центральное место в Писании – это притчи, 13 глава, 12 стих. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполняющаяся желание, как древо жизни». И я думаю, что, наверное, каждый из нас, каждый вообще человек, он имеет какие-то надежды, какие-то мечты. И мы, как верующие люди, мы также имеем эти мечты и желания. И я думаю, что многие из нас задавали Богу вопрос, сколько еще ждать, да? Когда я получу ответ на свою молитву, когда я получу воздаяние за тот труд, который, может быть, сегодня я делаю для Бога, для людей. Когда я буду исцелен, когда что-то изменится в моей жизни. Я думаю, каждый из нас спрашивал это или, может быть, мы не говорили это вслух, но внутри, в нашем сердце есть этот вопрос. И я хочу сегодня попробовать вместе с вами поразмышлять и через Слово Божье, может быть, разобраться в том, почему сегодня наши желания, они не отвечены, наши мечты какие-то не достигнуты. И когда размышлял об этом слове, представьте, вспомнил несколько случаев из своей жизни, они мне очень запомнились. Я учился в младших классах, был очень маленьким тогда, и я не знаю, почему, вот просто этот отрезок, кадр из своей жизни, я просто запомнил его. Я сидел на уроке в школе, и я не знаю, почему у меня появилась такая мечта, что когда я вырасту, чтобы у меня была семья и было двое детей, мальчик и девочка. И представляете, у меня сегодня мальчик и девочка. Мечта, вот мечты, как говорится, мечты сбываются, да? Еще одно яркое, наверное, событие интересное, которое произошло в моей жизни. Когда я пришел в церковь, первый раз, в евангельскую церковь, это был 2002 год, это были новогодние праздники, Рождество. Я помню, вошел в дом молитвы, и я увидел, что стояло, было служение, уже шло служение, и я увидел группу прославления, и вот в этой группе прославления увидел одну девушку. И внутри себя вот такое желание, я сказал, внутри своего сердца, вот она будет моей женой. Вот представляете, еще даже только пришел в церковь, и вы не поверите, она сегодня действительно моя жена. Мы уже 20 лет вместе, вот эти двое детей, о которых я мечтал в школе, они сегодня у нас есть. И я думаю, вот интересно, как делает Бог, да? И вообще я задумался, и мне кажется, я счастливый человек, потому что очень много желаний, которых я имел, о которых я молился, просил Бога, сегодня они сбылись в моей жизни, они сегодня стали реальными, да? Из мечты они стали явью. И, конечно, сразу хочу сказать, нельзя говорить, что только вот у христианина все мечты сбываются. Мечты сбываются и у верующих людей, и у тех людей, кто не верит сегодня в Бога, то также он имеет эти мечты, он имеет дерзновение, он идет к ним, он достигает. Но знаете, что я хочу отметить? Что когда сбываются мечты в Боге, это доставляет настоящее счастье и удовлетворение. И написано, благословения Божьи, они не приносят печали. Слава Иисусу Христу! Но я вспоминаю нашу жизнь, когда мы жили еще, и мы не были верующими людьми, мы не посвятили свою жизнь Христу. Я вспоминаю, даже мы достигали каких-то целей, желаний, какие-то мечты, они сбывались в нашей жизни. Но я замечал одну вещь, что идешь-идешь к этой мечте, идешь к этому желанию, доходишь до него, а радости в сердце нет. Радости не получаешь того удовлетворения, которое вот тебе казалось, что обязательно оно придет. И снова из-за того, что чувство, вот это внутреннее чувство вакуума в сердце, из-за того, что ты не получил того, за чем ты стремился, ты снова ставишь новую цель и снова идешь к ней. Но когда мы в Боге, когда мы в Господе получаем цели, мечты, желания, и когда мы достигаем этого, то приходит действительно совершенная радость, приходит благосовение, и как написано здесь, когда наше желание сбывается, это как древо жизни. То есть это как глоток, знаете, свежего воздуха. Когда мы в Боге достигаем, это дает нам силы, дает нам уверенности. Мы видим руку Божию в своей жизни. Друзья, конечно, Слово Божие показывает нам, и мы читаем его, его, и мы видим, что не всегда наши желания сбываются очень быстро, хотя очень сильно бы хотелось. И очень часто мы обращаемся к Богу за чем-то, просим, молимся, и, конечно, мы ждем скорейшего ответа, скорейших каких-то изменений, перемен. Но, читая Библию, я нахожу примеры, когда люди десятилетиями ждали того, что им пообещал Бог. И при этом они оставались верными Господу. Друзья, конечно, безусловно, когда человек долгое время в его жизни, не сбывается его мечта, Слово Божие говорит, сердце такого человека, оно что? Оно томится. Многие люди, они переживают кризис в своей жизни, они переживают разочарование в ком-то, либо в чем-то. И я хочу сказать, что даже, к сожалению, христиане, иногда те люди, которые приходят ко Христу, и они о чем-то мечтают, они открывают свои желания, свои мечты к Господу, но не приходит ответа, как они бы хотели. Не получаем мы быстро результат от наших молитв, постов и так далее. И может быть, даже иногда наша мечта, она затягивается, она так долго, в такой режим ожидания уходит, что проходит десятилетие. И иногда верующий человек, он тоже может начать сомневаться, в нашу жизнь приходят сомнения, опускаются руки. Иногда человек из-за того, что его желание, оно не исполняется, он даже может впасть в депрессию, может закрыться. Он может потерять доверие к тем, кто рядом, или может быть, особенно, когда ему кто-то что-то обещает. Я думаю, когда мы проповедуем Евангелие, друзья, мы должны быть очень аккуратны. Очень аккуратными с обещаниями. Потому что иногда, ну, мы настолько увлечены проповедью Евангелия, что мы человеку обещаем, если ты уверуешь, забор у тебя новый будет. Если ты уверуешь, у тебя вот это будет. Вот это тебе даст Господь. Вот это тоже тебе даст Господь. Почему мы так говорим? У нас нет, конечно, желания обманывать кого-то. Потому что, может быть, в твоей жизни действительно ты уверовал, и забор появился. Кто-то из нас уверовал, мы получили исцеление. Кто-то из нас уверовал, и Бог помог нам разобраться с долгами. Кто-то женился, у кого-то родились дети и так далее. И, конечно, мы из добрых побуждений, мы говорим, когда мы проповедуем, мы можем обещать что-то и говорить. Но, друзья, мы должны быть очень осторожны. Потому что, если, бывает, человек, приходя к Богу, он может вот эту надежду, которую вы сказали, озвучили, она может стать вот этим основанием его веры в Бога. И вдруг, а если не будет забора? Ну, вот вдруг так получится. Не у всех же у нас эти заборы, да, появились. Есть ведь желания, есть ведь мечты до сих пор. Мы сегодня 10-20 лет верим в Господа, но по-прежнему мы не дошли еще до них. Они не исполнились в нашей жизни. Поэтому нам нужно быть аккуратными. Друзья, я хочу еще одну сказать вещь. Если говорить о наших желаниях, конечно, почему они не сбываются? Почему иногда наши желания не сбываются? Почему этого не происходит? Нам нужно анализировать наше желание. Не все желания Бог позволяет им быть. И вы знаете, что я заметил? Иногда я даже благодарю Господа, что Он не исполняет все мои желания. Потому что проходит время, меняется обстоятельство, меняется что-то в жизни, и ты понимаешь то, что ты желал вчера, сегодня этого не нужно. Или даже иногда ты говоришь, слава Богу, что Господь не ответил на мою молитву, так как я Его просил. И это тоже факт. Еще вопрос, конечно, когда мы говорим о наших желаниях, когда мы ставим цели какие-то, надежды в своей жизни. Друзья, мы должны, как христиане, мы всегда должны анализировать эти желания. Какой мотив этих желаний? Какой мотив твоей мечты? Почему ты об этом мечтаешь? Почему ты сегодня это просишь у Бога? Господь оставил нам Священное Писание, оставил нам Своё Слово, и читая, погружаясь в Него, вникая, написано, во что? В себя, и вникая в учение. Для чего? Чтобы сравнить, чтобы проанализировать, посмотреть, насколько сегодня мои мечты и мои желания, они соответствуют сегодня Божьему сердцу, Божьим желаниям. Друзья, почему иногда наши желания не сбываются? Деяние, первая глава, откройте, пожалуйста, местописание. Деяние, первая глава, Деяние апостолов, первая глава, с 8 по 11 стих. Иисус, перед тем, как Ему вознестись, Он имеет диалог со Своими учениками и передает им слово, передает им откровение. И 8 стих, здесь написаны такие слова. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». И написано «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Очень интересная мысль, история. Иисус перед тем, как вознестись Ему, что Он говорит? Он говорит о том, Он дает им слово, Он дает им пророческое слово, дает им откровение и говорит, что вы должны исполниться Святого Духа. И вот Он возносится, но знаете, интересно, что происходит? Ученики продолжают стоять, Он уже вознесся, а ученики стоят. Они стоят и смотрят на небо, и представляете, пришлось уже даже выслать двух ангелов. чтобы сказать, ребята, хватит стоять, нужно пойти и начать делать то, что вам поручил Иисус. Вы знаете, друзья, что интересно бывает в нашей жизни? Мы вроде имеем слово, мы имеем откровение, мы имеем от Господа поручение в нашей жизни, но очень часто мы с вами просто стоим и смотрим. Смотрим на других людей, как они делают. Нет ничего лучше, смотреть на огонь, как другие работают. Мы смотрим на какие-то обстоятельства, мы смотрим, кто-то просто на небо смотрит и радуется, какое оно красивое. Но, друзья, если мы, почему иногда наши мечты не сбываются? Потому что бывает так, что мы ничего для этого не делаем. И сегодня, я, может быть, не в белой одежде и не похож на ангела, но, может быть, для кого-то Господь сегодня хочет сказать, начни делать то, что Бог тебе сказал делать. Начни делать, поступать так, как тебе Господь дал слово когда-то. Мы сегодня очень любим проповеди и сегодня настолько большое обилие этих христианских проповедей. Много слова, но я замечаю по себе, что слова-то много, но всегда ли мы выполняем это слово? Всегда ли мы действуем после того, как мы слышим? А слово Божье, вы знаете, как оно работает? Оно работает, мы должны его услышать, а потом мы должны что сделать? Начать его исполнять. Тогда начинается, вот тогда оживает этот процесс. И недостаточно просто услышать хорошую проповедь, мурашек от них пережить. Вы знаете, сидишь, о, какая проповедь, мурашки идут, слезы идут. Ух, слава Богу, здорово сегодня, хорошее было служение. А вопрос, а что дальше? Будем ли мы пытаться, хотя бы попробовать, воплотить то слово, которое нам сегодня обращает Господь? Что еще интересно, почему наши мечты не сбываются, друзья? А у меня, я недавно вспомнил, до пандемии, вы помните, мы ездили в Китай, ездили, совершали миссионерские поездки, и вот, представьте, мы делали эти поездки, и в то время, вот, правда, финансовое положение было очень непростое, вот, лично в моей жизни. Я всегда удивляюсь, думаю, Господи, как мы вообще тут в Китай попадаем? Как ты это делаешь? И, когда мы туда ехали, когда мы ехали с командами, мы приезжали туда, мы в конечном, я пытался даже посчитать, вот, бюджеты, которые мы имели, там, для того, чтобы служить, и вы знаете, это такие были суммы огромные, я не понимал, думаю, Боже, откуда это все берется? Как ты это делаешь? Это реальные чудеса. И вы знаете, как я мыслил, когда мы были в этих миссионерских поездках, я всегда вот так внутри говорю Господу, я говорю, Господь, а вот, если сейчас у нас денег нет, и мы можем такое делать, а если вот бы они, вот были реально, были бы возможности, вот, были бы запасы, были бы ресурсы, я говорю, Господь, мы бы так много могли, вот, просто, можно было еще больше сделать. И представляете, интересно, появляются возможности, и начинается пандемия, и до сих пор нет возможности больше поехать туда. И вот, вот представьте, картина, есть ресурсы, есть возможности, а поехать нельзя, все закрыто. вспоминаю то время, когда не было возможности, а мы ехали, и все было открыто, и я мечтал, думаю, Господь, вот были бы еще больше возможностей, и мы бы столько бы сделали, я сегодня подумал, вот представьте, если бы тогда, я бы мыслил так, ну вот, когда будут у нас возможности, мы тогда поедем, я вот скажу, до сих пор бы никуда не поехали. Вот представьте, иногда, друзья, понимаете, у нас, мы даже не можем себе позволить, чего-то ждать, стоять. Иногда, получив слово от Господа, получив откровение от Бога, мы должны действовать сразу, не откладывая, пока, вы знаете, есть запал, пока есть огонь, пока есть вот этот заряд, я не знаю, энергии внутри тебя, и нам не нужно, мы не имеем просто права ждать, потому что мы думаем, что мы ждем чего-то, знаете, светлого будущего, и нам кажется, что это будущее, оно обязательно будет лучше, чем сейчас, а мы не знаем. И поэтому сегодня, тот шанс, который тебе дает Бог, именно сегодня, нам нужно его использовать. Почему, друзья, наши мечты не сбываются, друзья, да, к сожалению, потому что очень часто, действительно, мы очень мало делаем для этого, чтобы они сбывались. Иногда нам не позволяют сомнения, о которых я уже сказал только что, если бы мы тогда сомневались, и мы не ехали, и мы бы не верили тогда, то сегодня, даже если бы у нас все было, но сегодня закрыты двери, и мы не можем это сделать, даже имея возможности и ресурсы. Иногда наш прошлый опыт в жизни, когда мы что-то делали, у нас не получалось, это тоже может нас останавливать, и ты получаешь новое откровение от Господа, ты получаешь новое желание, Бог вкладывает в твое сердце, а тебе твой голос внутренний говорит, да сядь ты, успокойся, ты помнишь, чем закончилось это в прошлый раз, ты помнишь, где ты оказался, ты помнишь, как все смеялись над тобой, да? Друзья, если мы сегодня имеем откровение от Господа, нам обязательно, не должно нас ничего останавливать, нам нужно двигаться. Наши комплексы, наши молодые думают, когда буду взрослым, начну делать. Взрослые, знаете, что говорят, вот был бы я молодым, вот тогда бы я делал. И вот непонятно, да, вот как мы устроены, мы все желаем того, чего у нас нет. Молодой хочет стать взрослым, взрослый, говорит, был бы молодым, начал бы делать, служил бы, что-то делал, посвящался бы, пошел бы на курсы евангелизационные, еще что-то, да, и получается, никогда время не настает правильно, никогда, но никогда нет правильного времени. Все время у нас есть причины, у нас какие-то есть отговорки, жертвовать буду, когда много будет, пришло много, он говорит, вроде как уже, жертвовать сильно много, было бы поменьше, я бы жертвовал, да. И вот все время какой-то у нас, мы где-то находимся между небом и землей, как говорится. Что еще? Да, банально лень бывает, и я честно признаюсь, я так же постоянно с ней приходится бороться. И знаете, самая трудная борьба, знаете, с кем? С самим собой. Знаете, почему она самая тяжелая? Потому что силы равны. Это самое трудное. Победить самого себя, это самый трудный бой вообще в нашей жизни. Потому что силы равны. Они одинаковые. И поэтому ты все время находишься в этой борьбе. Бывает просто банально, просто лень. Просто не хочу, знаете, такое слово. Я не хочу. Мне лень, да. Нет желания. Мы ищем оправдания. И поэтому наши мечты, наши желания, они просто будут отдаляться от нас все дальше и дальше. А сердце твое, оно будет томиться, написано. И ты до этого дерева жизни не сможешь дойти. Потому что лень. Потому что ты поддался каким-то чувствам, каким-то вот стихиям, о которых я говорил. И поэтому сегодня, может быть, ты не можешь дойти до своей цели. Я читаю о людях в Библии, друзья, и действительно, я понимаю, например, женщина, вы помните, страдавшая кровотечением, там написано, 12 лет, и Иисус проходил мимо ее дома. Он не заходил в ее дом. Иисус не приходил, не постучался к ней, не сказал, вы знаете, я слышал, вы болеете, давайте я вас исцелю. Не, он просто проходил мимо дома. И вы знаете, что я вижу в этой женщине? Как только ей предоставился еще один шанс, как только этой женщине предоставился шанс попробовать еще раз, хотя она уже много раз потратила деньги на врачей, она искала исцеление, она пыталась, она боролась за свое здоровье и жизнь, но и как только еще раз ей предоставилась эта возможность, хотя она могла сказать, да что там уже, 12 лет, мне никто не может помочь, 12 лет, я не могла исцелиться, но как только она услышала, что Иисус проходит мимо ее дома, она не отложила ни на минуту. Она выскочила из своего дома и из последних сил прорвалась к Иисусу, прикоснулась к его одежде, и написано, сила Божья сошла на нее. Вот только ты представь на одну минуту, если бы она сказала, да, ладно, завтра, сегодня нету сил, сегодня нет возможностей, сегодня не тот день, или еще какую-то причину, да, друзья, Иисус бы прошел мимо. Слепой Вартимей, который сидел на обочине, мы видим, проходит Иисус мимо него, и вы знаете, этот человек внутри себя, как только он услышал, то, что Иисус проходит мимо, вы знаете, он не медлил больше, он использовал все свои возможности, он не мог видеть, он не мог, может быть, пойти навстречу, вот так сразу взять к Иисусу, но он начал кричать, он использовал все свои возможные ресурсы, эта женщина, она использовала последний свой ресурс, чтобы достичь своей мечты, свое физическое, может быть, вот, здоровье на тот момент, да, с последней силы своей, Захей, он использовал свой голос, это единственное, что у него было, его ресурс, который он имел на тот момент, и благодаря этому ресурсу, он достигает своей цели, Иисус слышит, как он кричит, и он останавливается, и мы знаем, что этот человек получает исцеление, друзья, очень много Захей, слепой в Артемии, а еще Захей есть, очень тоже удивительная история, человек, который поставил цель у себя увидеть и встретиться с Иисусом Христом, друзья, посмотрите, как он шел к своей цели, были проблемы, у него были тоже проблемы, написано, был невысокого роста, люди не любили его, и, конечно, наверное, они не пускали его в эту толпу, да, он не мог пробраться, они теснились там, не пускали Захея, но посмотрите, этого человека не останавливают его комплексы, его положение в тот момент, он берет и залазит на дерево, он использует свои последние ресурсы, свои последние возможности для того, чтобы встретиться с Иисусом Христом, я, знаете, что замечаю, Иисусу это нравится, Иисусу нравится, когда мы стараемся достигать наших целей. Субтитры создавал DimaTorzok